В донбасском поселке Широкино возможно появится специальная мониторинговая группа, в которую войдут представители ОБСЕ и совместного центра контроля и координации. Это сегодня обсуждали сотрудники обеих организаций. Они побывали в поселке, проверили, как там проходит процесс демилитаризации. Ополченцы заявили, что уже вывели оттуда все свое вооружение и войска. Того же теперь ждут и от украинской стороны. В Широкино побывал наш специальный корреспондент Алексей Конопко. В Широкино выезжаем рано утром. Единственное более-менее безопасное временное окно от рассвета до двух по полудню. То ли высоумешает прицелиться солнце с востока, то ли там просто отсыпаются после ночных обстрелов, которые до последнего времени не прекращали в Широкино ни на день. Вот так сейчас выглядит то, что когда-то было большим прибрежным поселком. Вся дорога в разрывах от снарядов, стальные заборы буквально порваны в клочья. Это не одного целого дома, а внутри, во дворах даже домашней живности не осталось. Собаки разбежались от страха постоянных взрывов. Они уехали прямо в том, в чем были. Мы часто их навещали. И вчера я видел их в Мариуполе. Они очень хотят вернуться сюда. Но мы видим, это сложно осуществить. На сегодняшний день возвращаться некуда. В этот раз мониторинговая миссия приехала убедиться, что в ДНР держат свое слово. По запросу властей республики, которые еще в четверг вывели отсюда свои подразделения и тяжелое оружие, контроль над демилитаризованной зоной теперь должны взять в ОБСЕ. Сегодня с нами в Широкино присутствовали генералы совместного центра по контролю и координации. Результатами нашего патрулирования является следующее. Мы не видели гражданских. По маршруту следования нашего патруля мы не видели военных в селе. Также мы наблюдали масштабное разрушение гражданской инфраструктуры по всему населенному пункту. Сколько всего неразорвавшихся боеприпасов сейчас в Широкино посчитать невозможно. Буквально через каждые пару шагов попадаются мины. Вот там, например, хвостовик от 80-мм орудия. А вот это уже 120-мм. Мина свежая, но, по крайней мере, следов ржавчины нет. То есть лежит она здесь явно не с марта, не с того времени, когда орудия такого калибра должны были отсюда уже отвезти. Но, по крайней мере, здесь, на асфальте, если смотреть под ноги, можно ходить относительно безопасно. А вот во дворах, куда когда-нибудь должны вернуться люди, того, что упало в землю, просто не видно. Это еще, если не считать растяжек, которые оставляли здесь солдаты, уходя из Широкино. Кроме снарядов под ногами, большая часть которых, кстати, прилетела с запада, украинского генерала расстроила еще нерасторопность ополчения. Мол, слишком долго решали отвезти войска. Это при том, что подразделения под жовто-блокитным и красно-черным флагами до сих пор стоят на окраинах села. Здесь необходимо выставить наблюдательный пост или наблюдательную группу из состава совместного центра контроля и координации, в которую также входят представители, кроме украинских вооруженных сил, российских вооруженных сил, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. В данном случае на территории Широкино необходимо представительство трех сторон из состава совместного центра контроля и координации. Впрочем, несмотря на то, что украинские чиновники пока не готовы общаться с представителями Донбасса ни на каком уровне, уговорить на совместную работу в Широкино их, похоже, удалось. По данным Минобороны республики, патрулировать село полицейские ДНР будут вместе с украинской милицией.